Airline Sport Nutrition. Самое вкусное спортивное питание на российском рынке. Стоять, дистанцию отмеряешь, отмеряешь. Почему? Если это видео наберет 3000 лайков, то в следующем видео мы с Лешей будем тренироваться в партере. Я реально уже сдулась. Очень сложно. Друзья, всем привет. Меня зовут Соколова Марина. Сегодня я в гостях у моего кумира, у представителя клуба Русс Файтерс Алексея Бутовича. Русс Файтерс Алексея Бутовича, в первую очередь всем привет. Привет, Маша. Сегодня проведем небольшую тренировку, посвященную смешанным единоборствам. В общем, сейчас у нас общая разминка, которую мы делаем на вольной борьбе с моим тренером Шарапом Гетиновым. Побегали, погрели немного суставы, поделали ускорение, чтобы ЧСС повысить, чтобы сердце подготовить к нагрузке. Хорошо пропотеть, потому что разминка очень важна. Надо было сделать это пораньше, давайте еще разомнем. Встаешь, ну тут сейчас не будем ничего делать из такого космического, просто встаешь, делаешь. Чем хорошо дать вот это упражнение вначале, потому что, когда человек только начинает тренироваться, у него мышцы доминанты забирают на себя основную нагрузку. Как обычно, разве там хорошо бицепс, да, трицепс. И бить, когда нам мешает напряженный бицепс или напряженный трицепс, весьма проблематично и правильно не всегда получается. Ой, сейчас будет очень интересно тебе бить. Главное, не открытой рукой бить. Что это значит? Ну, когда не зажимают руки, а вот так вот пальцы держат. Вот так или наоборот, вот так не делай. Вот, вот, кулак закрываешь, большой палец закрывает, кулак закрыт. Мы корпус разворачиваем полностью, да, мы не бьем одной рукой, потому что если мы бьем одной рукой, удары не будет на каутирующего. Это вот именно толчок. А здесь должно быть... Раз, и возвращаешь. Раз, и возвращаешь. Раз, и возвращаешь. Еще раз. Просто крутой рукой. Еще чуть больше, наверное, верните. Давай покидаем левую ногу в корпус. Левая нога в корпус, в принципе, это отличная история, потому что у человека справа находится печень, а попасть хорошо по печени, это очень неприятная история. Как бы ты свое левое колено выкидываешь в сторону моего плеча, именно колено, и заедем идет расцвезд голени. Левую ногу в корпус, правой рукой, левую в корпус. Блин, освоилось, начинаю это выпить уже. Ты аккуратней. Вбок, сейчас вот корпус не заваливаешь, корпус прямой. Назад не заваливаешь. Чуть-чуть. Сейчас попробуем просто с места побить фронт-кики. Так, колено, удар. А, нет, смотри, тут мы не бьем, тут вот нет такого. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Я не зря подвернулся боком. Это называется опыт, ребята. Никогда не работайте, не отрабатывайте фронт-кики вот так вот. Всегда стойте боком, это вам поможет. С ударной частью мы, наверное, сегодня закончим, хоть этого очень мало. Если будет у ребят желание, если вам понравится это видео, напишите об этом. Хотите ли вы продолжение всей этой истории. Если это видео наберет 3000 лайков, то в следующем видео мы все еще будем тренироваться в паркере. Потому что я очень боюсь. Взад, перехватываешь сюда, и вот сюда. Красавище. Я вообще ничего не поняла. У тебя самое главное сделать тяга на себя. Вот сюда. Как бы у тебя получается, одновременно ты стоишь. Вот такое движение. Нога. И рука. Я покажу. Она вверх. Вот вывела на себя, а у тебя остается эта нога здесь. Вот эта рука, то, что я говорил в подхвате, да, когда мы делаем, она идет наверх, а рука вот сюда. Мы просто прикрываем его ногу. Мах, легко. А я тебе буду кидать? Конечно. А какой смысл мне на тебя кидать? Я могу тебя со второго этажа, там, знаешь, проход в ноги. И полетели. А, лучше. И еще никуда. В принципе, и все. Поднимай, поднимай, поднимай. Поднимай, поднимай. Почему? Убежал. Переоткрывай быстро, на ходу. Все. Шагнула, перекрывай ногу. Перекрывай еще не убедай, а вот здесь, что колено. На верх. Только не руку, а вот поднимайся. Да. Ну, давай. Видали? Да, на верх, на верх, на верх, на верх. Я никогда в жизни не было так страшно рядом с мужчиной, просто. Подошла к концу наша тренировка с Марией. Короче, девочки, не бойтесь сходить на подобные тренировки. Не хватило времени, да, чтобы снять все, что хотелось, показать какие-то более интересные вещи. Это очень круто, вы чувствуете так уверенность в себе, особенно после того, как вы бросаете через себя 100-килограммового мужика. Ну, как уже Маша сказала, или скажет позже. Ребят, если вам понравилось то, что мы сегодня сняли, пишите об этом в комментариях. Просите ребят снять вторую часть, мы обязательно снимем это, сделаем. Короче, друзья, ничего сложнее в жизни я вообще не делала. Сложная с точки зрения выносливости, с точки зрения координации, с точки зрения каких-то внутренних страхов. Потому что когда тебе приближается дождь со своими захватами, единственное, о чем ты думаешь, куда тебе бежать скорее. Вот, но в целом тренировка очень крутая, поэтому обязательно приходите к ребятам в клуб. Если вам понравился этот ролик, ставим лайк и подписываемся на наш канал. С вами была Маша Соколова. Пока! Спасибо клубу ГАРД за то, что дали площадку для съемок. Спасибо Марии, Алексею. Вам всем спасибо, что вы это смотрите. Надеюсь, было интересно. Всем пока!